так ну что друзья ремонт продолжается я почти уже закончил в общем зажигание в чем была причина пока неизвестно я еще не проверил но зажигание я поставил немного пораньше контакты почистил потом выпускной клапан был чуть-чуть поджатый вот чуть-чуть прям на его тоже ослабил выпускной и давайте проверим вот эти вот трубочки поверим продавщицы насчет вот этих вот шланчиков она сказала это это короче бензостойкие масло бензостойкие прозрачные потому что резиновые вот у меня трескаются они и хватает максимум на год на зиму на дно лето и так друзья вы можете заметить то что перед любым ремонтом я всегда стараюсь мыть детали будь то это задний редуктор что что его отмыл полностью минут двадцать я умыл перед тем как разбирать это что сейчас двигатель тоже отмытый хорошенько керхером то есть весь мотоцикл я помыл керхером и настоятельно рекомендую вообще всем кто занимается автомото ремонтом сперва мыть деталь а потом уже лезть туда я просто терпеть не могу когда ремонтирует двигатель и туда попадает грязь песок пыль и тому проще особенности ты ремонтируешь другим людям выполняющий ремонт и как бы уже но не по себе становится потому что ответственность как бы тоже высокая то что туда попадет песочек пыль с ней ресурс двигателя то есть но мне не по себе я короче все мою капитально потом только ремонтирую давайте снимем крышку немножечко потеря маслица грамм так 50 вот что мы здесь видим крышка вообще чистенькая так сейчас я покажу на свет чистая крышка в принципе как наверное и сам двигатель медная шайбочка так ну и теперь мы ребята будем проверять зазоры в клапанах вообще возможно зазорчики уже уменьшились вот так как я уже давненько не лез в зазоры и зазоры я ставлю 0 10 на оба в клапанах на оба клапана что впуск что выпуск давайте проверим в принципе это делается очень легко просто нажимаем на кикстартер и смотрим вот все поршень верхней мертвой точки и смотрим то что зазор на впуске есть на выпуске тоже есть но сейчас я еще выкручу свечку и посмотрю заткну пальцем вот не буду нажимать кикстартер чтобы такт был на сжатие и доведу поршень до верхней мертвой точки и еще раз проверю это будет более правильно чем так наугад зазор ребята я проверил 010 лезет в оба клапана нормально вот десяточка ну в общем видно в общем это щуп 010 лезет без проблем на холодную да все нормально чик странно почему же тогда исчезла у нас компрессия так 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 ветку я метку я поставил сейчас буду проверять зажигание возможно ребята зажигание было слишком позднее и каким-то образом не знаю перегрев перегрелся цилиндр или может быть клапан какой-то пропускает знаю сейчас попробую еще пошатаю вот так вот за клапана вот таким образом посмотрю как вообще направляющие живые неживые все менялось как бы все перебиралось тоже пробег в принципе небольшой тысяч может 5 я проехал на урале но может быть 10 это максимум вот с момента покупки я уже не помню сколько было километров сейчас уже 28 ой по-моему было то ли 15 что-то такое ну да тысяч 10 я уже намотал на этом мотоцикле вот все может быть ребята давайте сейчас я буду разбираться а время она покажет еще надо будет поменять вот эти вот все шванчики резиновые которые не отходили ты полгодика вот уровень в карбюраторе надо будет понизить в этом карбюраторе потому что он текет огромная лужа и продуть карбюраторы посмотреть зажигание все посмотреть посмотреть все перепроверить подготовить мотик сезону друзья вот но видно то что маслица есть здесь почему подавила маслица в этот в картер через сальник вот в колокол где сцепление не знаю стран довольно таки странных хренатень очень странная штука он ничего ребят давайте время покажет так что ребята вот так вот оказывается было что было первое зажигание как я и думал она слишком позднее в общем стало потом что клапан в выпускной казался зажатый и карбюратор потекла левая иголочка вот эта вот иголочка и наверное масло вообще было как вода масло я не проверял она была как вода из-за этого погнала отсюда во и плюс фильтрик подсасывал воздух то есть смесь была вообще не рабочая потому что мотоцикл дергала сейчас как мы видим набирает вообще резко левый цилиндр набирает также также и правый очень резко набор оборотов ну все ребята кайф кайф теперь кайф с девятым редуктором теперь кайф так ну вот и все ребята зовем фильтрик убрал потому что это пропускает видать воздух подсасывал еще без смесь была очень бедная короче фильтрик у меня пропускал подсасывал воздух теперь смотрим как набирает левый цилиндр вот левый тросик это левый цилиндр вообще шикарно теперь правый и 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 Сейчас, короче, буду выпрямлять лапку и грею. На месте изгиба. Итак, друзья, вы можете заметить то, что перед любым ремонтом я всегда стараюсь мыть детали. Будь то это задний редуктор, что я его отмывал полностью минут 20. Я его мыл перед тем, как разбирать. И то, что сейчас двигатель тоже отмыт и хорошенько керхером. То есть весь мотоцикл я помыл керхером. И настоятельно рекомендую вообще всем, кто занимается автомоторемонтом, сперва мыть деталь, а потом уже лезть туда. Я просто терпеть не могу, когда ремонтируют двигатель и туда попадает грязь, песок, пыль и тому прочее. Особенно, если ты ремонтируешь другим людям, выполняющим ремонт и как бы уже не по себе становится. Потому что ответственность как бы тоже высокая. То, что туда попадет песочек, пыль, снизить ресурс двигателя. То есть мне не по себе. Я, короче, все мою капитально, потом только ремонтирую.